Я разворачиваюсь сзади, хватаю двухстволку, и в окно, говорит, на ходу, дуплетом, говорит, какое обрехло. Короче говоря, приезжает ко мне мой брат, родной, и говорит такой, Мишаня, пойдем на рыбалку. Я ему, говорю, слава, ты же, говорю, не рыбак, какая рыбалка. Он говорит, не, все, говорит, тепет, хочу на рыбалку, аж, говорит, до странной немощи, как хочу на рыбалку. Я говорю, ну ладно, хочешь на рыбалку, поедем на рыбалку. Короче, поехали мы на рыбалку, пошли вернем. И что-то, как-то, вроде мы как на теремках живем, это район в Киеве. Вышли мы с этих теремков, озеро. А озеро, блин, капец. Обсаженное рыбаками, все, полностью. Мест вообще нет. Через каждые полтора метра сидят люди. Не то, что фидер, поплавочную удочку забросить негде. Ходили мы, ходили, ходили мы, ходили вокруг этого озера. Все занято. Ну, кошмар. Я в истерике думаю, ну вот это съездил на рыбалочку. Короче, говорю, ну шо, блин, придется, я не знаю, что делать, уже поздно. Или на Днепр ехать, или тут что-то искать. Фиг его знать, шо. Короче, я весь стекло в расстроенных чувствах. И тут звонит будильник. И я такой понимаю, шо люди. Это знак. Надо идти на рыбалку. Если уже во сне ходишь место, выбираешь, не присесть. То наяву по-любому нужно идти и рыбачить. Вот такая вот история. Посмотрите, какая у нас тут красота. Всем привет. Вы на канале с дядей Мишей. Дядя Миша опять идет на рыбалку. Сегодня мы закрываем сезон фидерной рыбалки. Наконец-то. В Киеве бабье лето, тепло. И сегодня, я надеюсь, что-нибудь мы все-таки довозьмем. Может, лящика. Может, подлящика. Может, плотву. Может, что-нибудь. Главное, отдохнуть и закрыть сезон. А там уже будет видно. Поехали. Ну шо, ребятки, первый пошел. Такая вот плотвичка у нас. Шо народ проклевывает. Мелкая плотва. Причем регулярно. Но, к сожалению, не засекается. Я так подозреваю, что проблема с крючками. Наверное, это все-таки тупые крючки. Или я тупой. Но суть в том, что 5 штучек мелких я уже взял. Крупной нету. Леща вообще нету. Но плотва есть. Сейчас попробую принять крючки. Потому что мне это не нравится. Поклевки есть, четкие, хорошо видно. Но реализация иной. Сначала была реализация. Потом ее не стало. Видать, закупились крючки. Пока сидел, вспомнил историю. Как был на рыбалке возле железнодорожного моста в своем далеком гетте. Пошел я на рыбалку. Солнце до слепит. Так, не нужно слепить. Пошел я на рыбалку. Я, мой брат и сосед. Женя. Женя, смотришь видео, привет тебе. До сих пор тебя вспоминаю. Короче, я, мой брат и сосед Женя. Женя, это отдельная история, конечно. Человек уникальный, на самом деле, во всех отношениях. В хорошем смысле слова. У меня о нем воспоминания, только хорошие. Женя, конечно, красавчик. Ну, суть в чем, он такие истории всегда рассказывает интересные. Не только на рыбалке, но и так в жизни тоже. Оборжаться можно было. Причем, человек брехал, придумывал. И что самое интересное, он сам верил в то, что он врет. Это был капец. Ну, короче, к сути дела. Короче, сидим мы на рыбалке, ни одной поклевки, как всегда. Рыбалка же делает такое, сегодня клюет, завтра не клюет. Лотерея, рулетка. И Женя начинает, ну, что делать на рыбалке? Трындеть, рассказывать басни всякие. И Женя начинает рассказывать историю, как он ходил на рыбалку со своим отцом. Короче, это нам было лет по 13, где-то так. Короче, рассказывает Женя, говорит, пошел я, батя и дядя Валик на рыбалку. Не знаю, жив ли сейчас его батя, и тот дядя Валик не сотни век. пошли они на рыбалку. Говорит, чуваку 12 лет, чтобы понимали. Короче, говорит, пошел я на рыбалку, сидим, и как готов, в особенностях национальной охоты. Говорит, три часа ни одной поклевки, вода, шти, гладь да благодать, короче. Как зеркало. И не клюет. клюет, полный кобздец, короче. Сейчас. Оба-на! Понеслась. Есть под клипс, отлично. Короче, говорит, три часа ни одной поклевки. И тут, как началось, одна за одной, одна за одной, говорит. И говорит, дядя Валик на спине, ну, смысле, на, тогда Федоров не было, на пруд. Невская катушка, говорит, крутит ее, одна за одну, говорит, крутит, с такой скоростью. Шурик, рука в одну линию сливается. Брателло и Шурик стоит, да-да-да, Женя, ты подверг бы на один крючок. Я серьезно отвечаю. Капец, блин, это я уже вырос, уже сейчас понимаю. Ну, какой смысл крутить катушкой с такой скоростью, чтобы рука в одну линию сливалась. Ой, Женя, Женя, ну, ты и сказочный. Ну, интересно, Женя, было всегда. Женя, такой, блин, как начнет рассказывать. То еще, Женя, как-то рассказывал, как они на охоту ходили со своим батей и тоже с дядей Валиком. Все тем же. Короче, говорит, поклевка. Ну, вот, попробовала и бросила. Че, дать зажрать, что ли? передумала. блин, осень. Шо вы хотите? Октябрь месяц. Рыба осторожная. Особо не хочет. Подтянуть чуть-чуть. подмармышить. Что-то так дыб-дыб и все. два раза. И галяк. Только самолеты слетают над Жулянами. Жуляна, это аэропорт в Киеве. Сейчас называется аэропорт Киев. Нафига его переименовывали? Я так и не понял. Был себе Жулян и Жулян нормальный. Ну, вот, короче, этот самый говорит, на охоту пошли. Я, мой, батя, дядя Валя. Тоже, что-то стреляли, они там не проходили. Начинаю от Жени рассказывать, как они ехали домой. Его батя был уазе. Не знаю, есть сейчас, наверное, уже нет. Сколько времени пришло, елки-палки. Мне 38, а тогда было 12, так, 13, да, это было 38-90. 13, это сколько лет получается. Короче, говоря, блин, закуталась. Едем, говорит, домой. Sorry. Едем домой на уазике. Батя пьяный в хлам. Дядя Валя пьяный в хлам. Ну, может, и правда не больше всего. Что и дело? 90-е годы лихи. Опять поклёв. Опять. О, 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 ты тоже, по-моему, что-то. И опять бросил. еще не бросил. Есть. Ну-ка. Короче говоря, батя в хлам, пьяный в хлам. Дядя Валя пьяный в хлам. и мы на уазике какого хера непонятно. И мы на уазике 80... А, не, фрел. Не, 80 километров в час по перепаханному полю. Охрена было вот это 80... Даже если правда 80 километров в час гонять на уазике по перепаханному полю непонятно. Но суть не в этом. 80 километров в час по перепаханному полю валим. И тут говорит между фар заяц. Я разворачиваюсь это брехуну 13 лет. Я разворачиваюсь сзади хватаю двухстволку и в окно говорит на ходу дуплетом говорит какой заяц в хлам. Ха-ха-ха-ха-ха Это капец. заяц в хлам дуплетом на ходу из ружья в 13 лет по перепаханному полю 80 километров в час. Женя привет! Ох и сказки! Как петь просто! О, блин! И главное глаза вот такие. Сам же верит, блин. И такой я вспомню его, вспоминаю этот взгляд. Вот он реально вот он это все видит. Сам в это верит. Капец просто, блин. Это Женя! Куда он пропал? Я не знаю. Опа на! Ай! Женя, Женя! 80 километров сейчас на УАЗике! Блин, в окно из двух стволки дуплетом ха-ха. Зайцем хлам. Ай, блин. О, брехло. Ну, скал, никто тебе не грунт. Не, блин, обязательно какая-то падла. Придет и начнет. Шо, рыбачишь? Не, бля, на велосипеде катаюсь, честное слово. Какой раз ты поймал 8 килограмм, лист? 8 килограмм. перелом 8 килограмм теперь про этого сомика которого кто-то взял дети по берегу еще два месяца уже 8 штук только что было 8 килограмм ну что вот и закончилась рыбалочка закрыл я наконец-то сезон считаю закрытие успешным была мелкая плотва ее было немного но она радует скоро будут новые видео не знаю насчет рыбалки буду осваивать спиннинг снимать с телефона спиннинг достаточно сложно но будут очень вкусные полезные рецепты про мясо про колбасу про бутербродное сало так что смотрите оставайтесь на канале ставьте лайки всем пока и особое большое спасибо моим коллегам которые мне подарили вот эти замечательные перчатки я вас помню каждый раз буду о вас вспоминать на каждой рыбалке пока